ПОДМОСКОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С Министром обороны президент объявил Парад Победы в Москве пройдет 24 июня Приказываю начать подготовку к военному параду Царь во дворца, царь во дворца Ходи, то, делай сюда, царь во дворца Мы сделаем это 24 июня Мы сделаем это, да? Мы сделаем это, да? Мы сделаем это, да? Поехали! Очень странной новостью последних дней Стало решение Владимира Путина Все-таки провести ранее отмененный Парад Победы в Москве Президент России собирается устроить Это мероприятие 24 июня То есть в день проведения Исторического Парада Победы 1945 года Это решение Путина даже в России Вызвало большое недоумение Дело в том, что на фоне тяжелого Экономического кризиса Подавляющему большинству жителей страны Сейчас не до парадов Самые бедные люди и те, кто оказался без работы Сейчас оказались на грани голода Им реально просто нечего есть И негде взять денег на еду В нормальном обществе парадные деньги Раздали бы тем же ветеранам, пенсионерам Или многодетным Им реально тяжело сейчас А государство говорит, что ничем не может им помочь Но нет, вместо хлеба и колбасы Голодным россиянам предоставят военные марши Теоретически Путин мог бы даже поднять свой рейтинг Если бы дал людям именно то, что они хотят То есть еды Но он решил этот рейтинг опустить Это было очень нелогично и даже необычно Дальше Парад пройдет на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса Сейчас число заболевших россиян Только по официальной статистике Растет почти на 10 тысяч человек в день Карантинные ограничения по всей России уже сняты То есть люди будут гулять и заражать всех остальных Через месяц же ситуация станет только хуже Но Путин вместо запрета массовых мероприятий Объявил о проведении своего супермассового С десятками тысяч зрителей и участников Это как притащить на пожар бочку бензина Тоже нелогично и тоже необычно Многие россияне теперь чешут затылки Как же так? Обычно жадный Путин готов потратить огромные деньги на парад Который никому не нужен Он готов пожертвовать главной своей драгоценностью Своим рейтингом Более того, он не против принести в жертву Тысячи участников парада, которые заразятся коронавирусом И, возможно, умрут Так ради чего все это? Зачем ему это все нужно? Знаете, я думаю, что знаю ответ Путин в последнее время очень переживает насчет своей удачи Он не понимает, почему 20 лет у него получалось буквально все Проблемы обходили его стороной Но вот в последний год абсолютно все начало валиться из рук У него сейчас вообще ничего не получается Как говорят в околокремлевских кругах Путин действительно считает, что у него удачу украли Он винит в этом метафизику и в какой-то степени оккультизма Он боится, что прогневил некие высшие силы Из-за этого, кстати, главный храм вооруженных сил России Который задумывался как храм путинизма Стоит закрытым С его стен суеверно отодрали мозаики и иконы с изображением самого Путина Но главный предмет его ненависти – это шаман Александр Габышев Именно после его сибирского похода у Путина все начало сыпаться из рук Президент России решился на двухходовочку В минувший вторник шамана отправили на принудительное психиатрическое лечение Его адвокаты уже написали на это жалобу в Страсбург Но процесс этот долгий займет больше месяца Путин думает, что шаман на время нейтрализован Поэтому можно попробовать провести парад победы Он хочет доказать миру, судьбе и, самое главное, себе самому Что он сам все еще является победителем Если же все пойдет как надо, если парад получится, то президент России удостоверится в том, что удача к нему вернулась И что проклятие Габышева снято В этом случае он сразу после парада объявит и немедленно проведет всенародное голосование об объявлении себя вечным российским царем Он считает, что на волне парадного успеха он сумеет получить нужный себе результат План, конечно, слегка безумный, основанный на метафизических предположениях, но понятный Путин хочет устранить источник своей неудачи Подтвердить для себя и для мира статус победителя И осуществить свою главную мечту, то есть стать вечным царем Все, в общем, ясно, но на пути осуществления этого плана есть одно препятствие И оно, знаете, намного более серьезное, чем якутский шаман Саня Речь идет, конечно, о коронавирусе Этот вирус никуда не делся, эпидемия захватывает все новые регионы России Вирус подобрался уже к самому Путину Поскольку заболел его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров, ближайшие соратники Первый парад победы 9 мая тоже был отменен вовсе не из-за гуманизма Кремля А из-за массового заболевания его участников коронавирусом Сейчас ситуация может быть еще хуже Путину, конечно, докладывают, что вирус почти уничтожен, что бояться больше нечего Но это не так, достаточно посмотреть на ситуацию в Дагестане, где коронавирусом сейчас болеют целые села В общем, Путин сейчас все поставил на то, чтобы парад состоялся Весь его политический, жизненный и, если угодно, метафизический капитал В случае, если это мероприятие по каким-то причинам сорвется, то президент России этого может и не пережить Друзья, Владимир Путин решил провести юбилейный парад победы 24 июня В 75-ю годовщину исторического парада победы над Красной площадью Что такое был парад победы 75 лет назад? Это был парад людей, которые лично победили фашизм Лично воевали Лично проливали кровь Они чудом выжили Из 100 солдат, ушедших на фронт в 41-м году до Дня Победы Дошло два человека И это были чудом выжившие Парад победы мог состояться в любой день, как и сам день победы мог состояться в любой день И это был день величайшего счастья, величайшей радости и величайшей скорби для всего народа 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны И они будут снова рисковать жизнью Они будут рисковать жизнью, потому что сейчас в нашей стране и во всем мире Идет эпидемия, которая может коснуться каждого человека И для каждого человека совершенно непредсказуемо, совершенно случайно Быть смертельным Сколько людей в нашей стране поняли бы отложение этого парада на любой срок Хоть на год Я уверен, что почти все Сколько людей в нашей стране требует проведения этого парада Это именно 24 июня, сейчас на пике эпидемии Ровно в 75-ю годовщину исторического парада Я уверен, что практически никто Тогда кому нужен этот парад? Этот парад нужен одному человеку Владимиру Путину Это был день его запланированного всемирного торжества Он не воевал К войне Прикоснулись его родители и многие другие родные Мы все Дети, внуки, правнуки, племянники, фронтовиков Но сейчас На этом параде Тот, кто принял решение о его проведении Будет непосредственно Рисковать жизнью Молодых людей Никого из которых не коснулась война лично Но каждый из которых Может погибнуть Если он заразится этим вирусом во время парада Какой главный урок Вынес весь мир Из Великой Отечественной войны И Второй мировой войны Главный урок заключается В исключительной ценности Одной человеческой жизни Каждой человеческой жизни Смерть каждого человека на войне Это Огромная Космическая трагедия Для всех его родных и близких Ни у кого В том числе у Путина И даже в первую очередь у Путина Нет никакого морального права Рисковать жизнями тех Кто сейчас жив Этот парад Не дань Великой Победы Это парад политического торжества человека Которому не хватает военных парадов Для подтверждения Своего личного величия И личного бессмертия Этот парад Шаг К дальнейшим Всероссийским голосованиям По его Пожизненному правлению Это все Не просто противоречит Это все Несовместимо С ценностями Человечества С пониманием Важности Каждой личной Человеческой судьбы Каждой человеческой жизни Это не будет Тот парад О котором Мечтает Путин Он не состоится Таким Каким он хочет его видеть Его не примет общество Его не примут люди Друзья В тот момент Когда любой политик Говорит вам Или показывает вам Что он готов жертвовать Человеческими жизнями Означает Одну простую вещь Что он Не соответствует Занимаемой им должности И не может Ее занимать Вот я всегда хотел объяснить Что такое вообще Военный парад Да Военный парад Это всегда торжественный И очень пафосный Подъем Бутафорской штанги Да Сделанный из пенопласта И покрашенный И оттонированный Это такая чудесная Возможность Выглядеть в собственных Глазах Непобедимым Ничем Ничем В общем При этом не рискую А в нашем случае Парад Это еще и Одеяло Сейчас я объясню В каком смысле Одеяло Конечно Это вообще Не самое умное Времяпрепровождение И что-нибудь Бессмысленнее Придумать Трудно Хотя В некоторых Случаах Это очень Хороший Способ Наврать О себе Миру Вот когда Есть такая Возможность Когда Кто-нибудь Поверит Росказням О нашей мощи Потому что Это будет представлять Боем откровенно Битая в Литве В Чечне В Афганистане И так далее Армия И будет Все это напоминать Подъем Бутафорской Штанги Но Рассуждать На эту тему Бессмысленно Потому что Мы видим Как страстно Жаждет Этого Парада Кремль Он понимает Что это Одеяло Сейчас объясню В каком смысле Слово И это Пунктик И в голосе ВВ Впервые Зазвучала Давно Забытая Бронза И Оживился Взгляд Но вообще Если говорить О парадах То конечно Не надо Невозможно Похоронить Это явление И тут Возникает Вопрос А какой Собственно говоря Парад Действительно Мог бы Был Быть Нужен России И такой Парад Вполне Логичный И возможно Себе Представить Это В этот же День Воинский Парад Но С реконструкцией Например Трагедии Шамсуддинова Да Вот прямо Перед Мавзолеем Чтобы было Домогательство Чтобы был Расстрел Да Чтобы Вместо Дурацких Ракет По Красной Площади Провезли бы Собранные По всей России Очковые Сортиры Которые Больше Не нужны Потому что Провели Канализацию И эти Сортиры Едут На свалку Вот это Было бы Действительно Днем Победы Да И Голограммы На экранах И на этих Голограммах Все Бессмысленные Злобные Глупости Которые С 50-х Годов Натворила Россия Включая И Прагу И Будапешт И все остальное Депортация И тогда В этом Был бы Тонизирующий Эффект Правды Вот эта Штанга Она перестала Быть Пенопластовой Она стала Бы совершенно Реальной И возникло Бы ощущение Реального Важного Бесконечно Глубокого События Которое Может навести На реальные Размышления И на желание Исправления Уродств А вот Как говорит Современная Молодежь Там Деды на палочке Да Как они Называют Бессмертный Полк Вот Чтобы На Портретах Этого Бессмертного Полка Стояли бы Красные Кружочки Обозначая Тех Кто погиб По вине Бездарности И глупости Советского Командования В общем-то В пустую В котлах В окружениях Без помощи Без медицины При том Что Почему я говорю Про одеяло Вот обратите внимание С какой яростью В.В. Владимир Владимирович Бросил эту ручку Да Об этом Гудит Вся пресса Сожалею Что Не все Видно И не все Становится Известно Мы не знаем Кто Ее принес Ему обратно В зубах И Владыки Да И как за нее На мягких Коврах Грызлись Но Вот этот Вирусный Год Он был Годом Шансом Опомниться Измениться Но В.В. Пока Предпочитает Натягивать Одеяло Парада Вокруг Коты Которые говорят Володя Мы все Уронили А он Натягивает Одеяло Парада Хотя Мы слышим Да Про то Что растет Доверие К власти К экономике К рублю К банковской Системе И приметы Этого доверия Откуда мы это Слышим Александр Глебович Да Есть приметы Этого доверия Практически Вычищены Все банки Потому что Объем Снятых Частных Вкладов За Май месяц Давно Пошел Уже на Миллиарды Долларов И евро Причем Это стало Массово Это не 100 Не 200 Не 300 Не 1000 Это массовое Явление Потому что Вклады россиян На самом деле Не так Велики 8 8 С половиной Миллиардов Это нужно Чтобы забрали Все Все И поэтому Когда начинается С Блумбергом Спор Про Реальные Рейтинги Власти России То этот Спор Беспредметен Потому что Вот эти Цифры О том Как Русские Пытаются Спасти От государства И от Судьбы Своей Денежки Из русских Банков Это и Есть Реальный Рейтинг Российской Власти До встречи